всем привет друзья это я вячеслав тихонский который с бомжа становится миллионером короче пока я сидел у открытого окнах дышу так воздухом для приключения тут случились прям перед глазами смотрите какая-то байда большая ты где я просто испугался ты че залетел чудо какое-то здоровое друзья очень здоровая так ёпту сейчас как шарик нет меня ну кыш от меня что куснет меня не такое ощущение что мне нравилось свет отключить запишет мне куда обалдеть пока нету включу сейчас фу я реально припугался за кучу да еще мне жизнью глаза не попадалось курточки не повесил на свою голову вот это вот это на ночь у нее приколы я даже не знаю куда она залетела вот просто не выдержал и решился с ней шифонера шкафы позакрывать потом повешу курточку вот это друзья приколы на ночь я так и не понял она улетела или нет в окно значит на дворе я в час ночи начинают с жуками какими-то здоровыми вот такая вот махин реально это жесть что это могло быть но я думаю что это жук какой-то друзья я только отключил камеру а я наш столик хотел подвинуть смотрите что это за хрень он гаденыш тут сел ты тоже чара я думал он сильно будет большой ну как вариант мы его не будем убивать мы попросим его улететь возьмем майку мне вещи надо было постирать вот и вот так вот здесь он мне не укусит фунт какой-то хрустящий как шоколад может блин хоть бы я его взял я его взял точно фу-фу-фу блин зачем я окно закрыл спасение жука называется фу-фу-фу вали отсюда не хочет валить смотрите все упало и сидел ты шо ты шо ой блять меня штурханула то вали отсюда блин тавали я его точно не раздавил чувствую прилип как-то может слов для ячку мне еще таких приключений жуками него сейчас я надеюсь его скину в постели не хватало закроем я надеюсь я его выкину вот это прикол вот это я просто и не ловитель жуков ну просто какой-то хаос кстати у меня стирка лежит таким способом нет ни тазика ничего такого ведра мешок вот я просто думаю когда все наладится купить обязательно себе купить сумку такую может мне не получится чтобы вещи стирать уложить это на ночь у меня приключения закрыл окна я так понял наверно он на свет падает напишите комментарии скорее всего на свет ладно поехали дальше ну что друзья я добрался до до офиса президента добрался я до офиса президента и сейчас посмотрим что будет происходить а тут обещают люди выйти на акцию протеста и посмотрим какая будет акция протеста у меня досмотр был все четко контроль я одел маску чтобы не нарушали границей всех событий пока людей тут не вижу да друзья не обычно такого-то обстановка я еще при карантине не выходил ни на какие митинги снимать репортаж вот сейчас попробую и снять репортаж и события это все должно заключаться в четыре часа по идее это ну как бы акция протеста будет заключаться тем что люди не могут работать и хотят открыть летние площадки и также откроют под офисом президента летнюю площадку чтобы пригласить президента поесть со всеми посмотрим может все поймаем президент ну что друзья я и не только митинг еще снимаю а еще поймал вот этого человека анечку с ней тусить под битинг я ее приколол а если будет халява это будет больше супер а если за деньги у меня денег нет они у тебя день есть посмотрим тогда может она мне угостит и и ну что друзья мы стоим сейчас от дождя прячемся включил как-то проходит аня стоит балдеет не буду показывать она не накрашена если не помните а не кто не знает а не то мы с ней в кино участвовали еще помнишь а даже не в кино в этом рекламе мы снимали это ролик где есть бог где вертолет взлетает еще заставка вертолета фото это это не снимали видео а мы еще были в ресторане еще внутри там была какая-то мисс украина на красивый удач закончился мы пошли снимать и репортаж и бог друзья мои жизни еще и такого ролика и репортажа я не снимал вот такой акции никогда в жизни но это гениально по сути и правильно посмотрим сейчас буду включать прямой эфир и снимать дочь закончу посмотрим обстановочку и 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 а и и В свою очередь мы также имеем возможность сегодня акт справедливости по отношению к украинским предпринимателям. Да, конечно, это не ресторан Велюр, но на сегодняшний день мы считаем, что и это точно не эпицентр, мои дорогие, и это точно не самолет Мрия. Здесь нет, я смотрю, представителей офиса президента, они никого не встречают. Но я вам хочу сказать, что своим сегодняшним присутствием мы хотим восстановить справедливость и показать в первую очередь власти, что не может быть избранных, что в Украине люди должны иметь равные права. И здесь не будет. Кому-то можно, а кому-то нельзя. Средний бизнес имеет право, если это право дается народным депутатам. Вот такая история. Поэтому мы сегодня проведем вечер, обговорим текущие вопросы, обязательно вспомним погибших 2 мая в Одессе. И это еще одна черная дата, это трагедия, с которой столкнулся наш украинский народ. Мы обязательно помянем падших, погибших в этом безумии, в этом сумасшествии. И точно так же мы проявим свою гражданскую позицию, мы проявим свою поддержку среднему бизнесу в нашей стране. Светлана, а что вы можете сказать? Вы так выросли с паном Ильей сегодня вечером, что вы вести под офисом президента. Поверьте, я не самая худшая компания. Честно, меня офис не приглашают, у меня сегодня удалось уникальное возможность наконец-то оказаться в этом прекрасном месте, потому что обычно в офис президента меня почему-то не зовут. Единственный человек, который меня пригласил сегодня, это Илья Кива. Он долго метался по городу, искал какое-нибудь место, где можно посидеть. И кроме как подпольное заведение или ресторан Лилюр ничего не нашел. А нас туда не пускают. Да, нас туда не пускают, потому что у нас нету блата. Поэтому мы решили встретиться здесь. К сожалению, дождь нескольких портит посадочные места. А я считаю, что он всего лишь навсего принес краски, весенние краски в наш сегодняшний вечер. Друзья, на самом деле, смотрите, это мы сейчас ерничаем, а я хочу рассказать абсолютно реальную ситуацию. Ко мне вчера обратился один владелец украинской кофейни, который рассказал мне обычную бытовую историю о том, как к нему пришли полицейские и предложили ему, так сказать, облегчить ведение его предпринимательской деятельности за небольшую плату в полторы тысячи долларов до окончания карантина. Это позволило бы ему открыть заведение, вести предпринимательскую деятельность, и никто бы ему не задавал никаких вопросов. А я считаю, что это не очень правильно. То есть почему у нас условия официального карантина создают какую-то беспрецедентную бытовую коррупцию на мелком уровне и при этом позволяют работать таким крупным компаниям, как Эпицентр и ряд других предприятий, которые работают. То есть пусть тогда права будут для всех одинаковы. Я в данном случае не ношу никакой политической роли в этой истории. То есть меня Илья пригласила как свою подключицу. Я с удовольствием составила ему компанию. Ну, в данном случае все знают о том, что я являюсь давним поклонником Светланы Крюковой. Ну, это понятно. С вашей вечерей началась обменком клиентов. Нет, это всего лишь навсего культурное отношение и культурное поведение к друг другу, чему, в принципе, нужно учиться всему нашему обществу. Понимаете? Нам нужно становиться обратно людьми. Нам нужно опять возвращать нормальные взаимоотношения. И нам действительно нужно когда-нибудь начать чувствовать себя равноправными гражданами. Чтобы не корочка народного депутата или же не связи, кумовские связи с администрацией президента. А чтобы каждый человек знал как свои права, так и свои обязанности. Поэтому украинскому среднему бизнесу быть, и мы готовы его защищать и поддерживать. Вне зависимости от сегодняшней позиции власти. Потому что в моем понимании власть делает не просто ошибки, а делает преступления, которые рано или поздно должны прекратиться. И мы будем поддерживать, и мы будем стоять на защите прав, интересов украинских предпринимателей. Только, ребят, не барыг, не тех, которые тягают, опять же, гуманитарную помощь под видом волонтерства и наживаются на этом. Я говорю о тех людях, которые своим трудом зарабатывают деньги, платят налоги и дают возможность вот этой организации существовать. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Адвокату. 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 Тетяну Ковичаву. Я декілька днів тому назад побачив в социальных мережах інформацію від підприемців про те, що збираються біля Офису Президента громадяни для того, щоб була така мирна акція протесту. Я, звісно, прийшов сюди лише у зв'язку з тим, що це не акція протесту, а у зв'язку з тим, що організатори акції пообіцяли, що буде дотримана всіх парентинних правил. Це качта. ДосинOne на бәр. Ні, збирайте. Ні, збирайте. Один на бід роботик. Я вже писала нема. Я скажу. Один ехт. Я ж не делкий без зокрема. Я ж не делала ж безвизи. Так, це петро п'єд! Ось, це п'єд! Якщо, так? Це п'єд! Зв'яця єстей sare. Це п'єд! Це п'єд! Це п'єд! Це п'єд! Це п'єд! П'єд! Добрый день, я Юрий Атаманек, я поддерживаю по гражданской инициативе эту акцию. Я считаю, что карантинные меры были с точки зрения власти завалены, потому что не было обеспечено ни обсервацией прибывших трудовых мигрантов, ни тестирования, ни защиты медиков, а все мероприятия власти сузились на том, что закрыли бизнес. Притом закрыли бизнес непродуманно. Почему в супермаркет АТБ можно зайти, там будет 200 человек и 20 человек на кассе, а почему нельзя зайти на большой рынок, где лучше продувают, лучше ситуация торгует тем же. Если это был какой-то картельный сговор с сетевиками, так это очень просматривается. Почему, если работает магазин «Эпицентр», почему не может работать обувной магазин, в котором и так больше двух людей никогда не заходит? Почему не может работать магазин одежды? Почему не может работать мебельный магазин или автомобильный салон? В чем проблема? Что в автомобильном салоне скупчения людей когда-то было? То есть непродуманно, непрофессионально, искусственно создали излишние проблемы. Притом там, где нужна была власть реагировать, там власть не отреагировала. Там везде коррупционные скандалы и грязь. Но на сегодняшний день проблема в другом. Проблема конкретного человека, который живет в конкретной хрущевке, работает от зарплаты до зарплаты и не понимает, как он завтра просто банально положит в тарелку ребенку. Потому что там повар зарабатывал 10 тысяч гривен в месяц, а его жена, которая работала официанткой или где-то, зарабатывала 6 тысяч. И вот они на 16 тысяч день от дня живут. Понимаем коммунальные, понимаем расходы, одежда, там все остальное и так далее, и так далее. Об этом власть не думает. Они садятся в 600-й Мерседес, едут в эти кабинеты и кушают в ресторане велюры, думают, что у всех, как и у них, есть какой-то запас. Сегодня в день есть инициатива разблокировать летние площадки. Это уже сделано в Австрии, где больше был пик проблем. Это уже сделано в Чехии. И так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Ну и как тебе пицца? Восхитительно. Лучшая пицца. Ты умудрилась? Да, лучшая пицца. Прикольная акция. В Украине есть креатив, да? Вообще бомбаран. Что, что? Сейчас, подожди, что? Жилого депутата выставили на растерзание до съехать. А сзади не дают поесть Илья Киеве и Светлане. Короче говоря, журналисты еще не голодные будут. Зеленский, выходи, поедим вместе. Ну что, тебе понравилась акция? Поконентная. Да? Вообще, торт посвящительная. Креатива много, да? Очень много. А я, друзья, добавлю в то, что очень много креатива. О, да. А мы взяли еще антисептик. Покажи ливень, покажи ливень. Сейчас покажу. Вот ливень сзади меня пошел. Мы спрятались. Креатив. С дымком пошли. Ой-ой-ой, телефон замок. Ты думаешь, град или снег? Град. Повезло нам с тобой, да, Ань? Хотя бы поели пиццу. Что-что? Хотя бы поели пиццу. Пиццу. Блогеры, знаешь, как любят снимать? Да. Вот так вот прям в лицо лезь. Я не знаю, зачем-то... О! Обалдеть. Хорошо, град небольшой. Мы еще удачно стали. Полицейские мокнули без дождевика. Короче, друзья, я спрятался от дождя. Поливает не очень приятно. Я весь уже мокрый. Вот это... Сейчас несу коробку. Там осталась половина пиццы. И я понимаю, что... Ну, я пиццу уже не хочу. Я съел два кусочка от силы. И считайте, половину Аня там кусочек, наверное, съела. Развали нам. Вот такая вот акция прошла. В честь того, что лучше открыть, типа, летние площадки. Держу телефон, чтобы не капало на него. Все, капает. Жесть. Сейчас где-то под дерево встать надо. Чтоб не сильно меня заливало. Короче, эту пиццу отдам, наверное, кому-то бездомному. Помогу, если по пути попадешь. Надеюсь. А дам половину этой пиццы. Может, кто-то голодный. А я иду в сторону Арсенальной. Там может в переходе сидеть. Или бабушка, или кто-нибудь. А там по-человечески. А что? Я, в принципе, не хочу пиццы. И даже если хотел, я бы уже давно сегал бы ее и не тягал с собой. Ну что, можно сказать спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, пишите комментарии. Извините, что немножко аполитичен был влог. Но просто мне спрашивали, когда... Как ты снимаешь? Или что ты делаешь вообще? Ну, бывает по заказу я снимаю репортажи. Но сегодня у меня репортаж немножко не вышел. Но с карантином такие вот вопросы. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Если было интересно. Спасибо, кто пришел. Новых подписчиков тоже. Вам спасибо большое за поддержку. Я уже отчаянно шел, не знал, найду кого-то или нет. Смотрите, я как раз был здесь. Извини, пожалуйста. Все нормально. Все хорошо. Спасибо. Тут половинка, ну... Дорогай, давай. Я вообще куски внутрь не забираю. Ничего, но тут целое, нормально все. Смотри, не упадет. Там... Все, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Друзья, на завершение вот еле нашел. Шел просто к дому, уже думал. Ну все, не оставлю никому пиццы. Конечно, я хоть рад, мужчина попался тот именно, который нуждался. Жаль, что я ему ничем, деньгами не могу помочь, но хоть так помог, хоть едой. Он говорит, я вообще с мусорника еду. Я знаю, что такое есть с мусорника, потому что я сам ел с мусорки и объедки доедал. А тут, ну, тут не объедки, тут нарезанная пицца, есть пицца. Короче, вы поняли. Все, спасибо за просмотр.